Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Детали мы делаем прямогольные соединения. Это военное производство. Главное, чтобы быть внимательным. Это очень ответственная работа. Дружный коллектив. Наши руководства очень тоже хорошие. Мы их уважаем. Мы сами, Секухалка, нас водят автобус, специальный автобус. Зарплата раньше, когда я пришла, она была маленькая, не устраивала. Сейчас спасибо руководству. Зареплату у нас подняли. Зарема Ситикова работает на заводе «Каскад» 17 лет. Она управляет термопласт автоматом. Это большой высокотехнологичный станок. В нем форма застывает в виде нужной детали. Зарема Ситикова по монитору компьютера следит за настройками, соблюдением технологии. Деталь видит только на выходе. Когда вынимает ее, уже остывшую, из пресс-формы. Летящий каждую деталь должен покрутить в руках, осмотреть, нет ли дефектов. Одно из ведущих направлений деятельности каскада – изготовление и реализация электромонтажных устройств и электронных счетчиков электроэнергии, которые состоят исключительно из отечественных компонентов. Говоря об оборудовании, Аслан Джанкёзов подчеркнул опыт и профессионализм инженеров-конструкторов. Они производят качественную продукцию. На рынке сбыта продукт имеет большой спрос. Потребление, которое раньше расставляло проблему, оно садилось. Соответственно, просто расслабировка. Даже это исключили, предусмотрели с учетом замечаний заказчиков. Даже вот делали бонусную. Это вот исключительно прям наш продукт отечественный. Еще на территории завода организовали выставочную экспозицию промышленных предприятий республики. Они выполняют гособоронзаказы или производят различную продукцию для нужд военных. То, что мы производим на оборонно-промышленный комплекс, это вот эти изделия, кольца, сальники, манжетки. То есть, эти изделия для комплектации. Сейчас на заводе «Каскад» работает около 200 человек. Берут людей и без опыта. Если мы набираем на урок сотрудников, обучаем, помогаем. Завод «Каскад» является партнером крупных российских автомобильных компаний в сфере электроэнергетики. Более чем за 50 лет успешной работы предприятие достигло значительных результатов и накопило потенциал для дальнейшего развития. Реализация поставленных задач позволит заводу «Каскад» увеличить объем выпускаемой продукции, создав новые рабочие места и расширить рынок сбыта. Конечно, на выполнение планов нужно время, хотя уже на данном этапе наблюдается положительная тенденция в развитии производства. Поэтому очень важно и дальше разрабатывать эффективные меры в поддержку данной отрасли. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. На минувшей неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Тимреза встретился с выпускниками общеобразовательных организаций, набравшими максимальное количество баллов во время сдачи единого государственного экзамена. Руководитель региона по достоинству оценил вклад педагогов в своих воспитанников и уровень знаний. Теперь уже бывших учащихся школ республики, которые набрали 100 баллов по одному из предметов. Рашид Тимреза вручил наставникам и их ученикам грамоты и подарки, а также поздравил от имени руководителя Федерального Минпросвещения Сергея Кравцова. Хочу передать слова благодарности и поздравления от министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова. Он только что у меня был с ним разговор. Он на самом деле любит нашу республику, как и любой другой субъект Российской Федерации. И все время переживает. Поэтому вам еще раз слова благодарности, дорогие наши педагоги. Очень хотелось бы, чтобы кто-то из наших деток, самых умных, самых красивых, свою судьбу связал бы с тем, чтобы были учителями и педагогами. 20 миллионов банок в год. В черкесский завод Дамате запустил производство консервов из баранины и индейки. Продукция выпускается под известными брендами и сертифицирована по стандартам халяль. О значимости новой линии производства для нашей республики расскажет Альбина Ламкова. Группа компании Дамате запустила в Черкесске производство консервов в рамках модернизации крупнейшего в России завода по переработке баранины. Мощность новой линии высокая. Мощность переработки составит 5,5 тысяч тонн мясной продукции или до 20 миллионов банок в год. Инвестиции в строительство и оборудование составили 231 миллион рублей. Предприятие – важная часть проекта Дамате. На официальной части выступил и первый заместитель председателя правительства республики Хазырчукуев. Фонд дал высокую оценку проделанному объему работ. Новый этап в жизни завода отмечен торжественно. После все направились на экскурсию. Общая площадь нового производства – тысяча квадратных метров. Оно состоит из отделения фасовки, стерилизации, упаковки, склада готовой продукции, вспомогательных и бытовых помещений, таких как склады хранения овощей, и специи, помещения для их приготовления и ряда инфраструктурных объектов. На производстве установлено 20 единиц современного высокотехнологичного оборудования. В автоклаве сейчас он будет вариться 2 часа. Закатанные консервы. Все. Через 2 часа будет уже готово. Инновационные решения позволяют специалистам группы компании Дамате выполнять обязанности с легкостью. Многие начинали трудовую деятельность на заводе до модернизации производства. Алексей Малыгин трудится 20 лет. Производство стало для него родным. Есть причина. На предприятии Алексей Владимирович познакомился со своей супругой Еленой. На производстве она работает чуть меньше – 17 лет. Смотреть за машиной, чтобы работало все как часики. Так все хорошо. Зарплату устраивает? Да, зарплату устраивает. А сами любите консервы? Как вы оцениваете свой продукт? Консервы очень люблю. Особенно макароны по-флотски. Открытие нового производства позволило создать 50 рабочих мест. График работы – две смены. Ассортимент консерва включает готовые блюда. Баранину тушеную классическую, индейку тушеную и по-домашнему. Употреблять продукт можно сразу после вскрытия герметичной упаковки. Мы знаем, что мы производим. У нас чистый продукт. Поэтому нам не стыдно будет за наш продукт. Мы сегодня очень убедились. Продукт, по-своему, чистый. Без всяких добавок. На качественном мясе делано производство. Полный цикл с облюдением всех санитарных норм. Очень приятно, что в Карачаево здесь есть такое производство, которое имеет большое будущее. На сегодня этот сегмент рынка находится в относительной стабильности. Отметили в гости на дегустации. Да и в реализации продукции проблем не будет. Оптовые розничные каналы уже готовы ее принять. Нижное и сущное мясо баранины и деки можно будет подогреть прямо в банке и подать с любимым гарниром на ужин. Еще мясные консервы помогут сэкономить хозяйке время для приготовления блюд. Кстати, продукция может храниться долго. Срок годности рассчитан до двух лет. Альбина Ламкова, Али Бастанов. Вести. Карачаева, Черкесия. Импакт измерения социального эффекта. Эта тема стала главной межрегионального форума на вершине, организованного Карачаево-Черкесским благотворительным фондом по поддержке малоимущих слоев населения территория Милосердия-09. Презентация проектов НКО, панельные дискуссии, близконсультации, меры поддержки, оценки эффективности, заявки на конкурсы, отчетность. Все это обсуждали участники мероприятия Алла Качиева подробнее. Форум некоммерческих организаций на вершине организован и проводится впервые. Здесь, в курортном поселке Домбай, собрались эксперты, представители власти и благотворительных фондов из 11 регионов России. Форум организован благотворительным фондом территории Милосердия, который выиграл в конкурсе фонда президентских грантов. Проводится в целях того, чтобы научить на новом уровне работать в благотворительные фонды и оценивать ту работу, которую они проделывают. То есть, непосредственно измерить эффект от той работы, которую они делают. Безусловно, это измеряется определенными параметрами, которые не все еще знают. Зачастую получается так, что мы работаем, тратим какие-то усилия и затрачиваем усилия, они гораздо больше того эффекта, который мы получаем. Красивые пейзажи, чистый горный воздух и приветливые хозяева настраивают участников на плодотворную работу. Первое, наверное, что понравилось, это люди. Очень открытые, очень пытливые, с очень конкретными вопросами, которые не стесняются их задавать и которые хотят узнать максимально много для того, чтобы та работа, которую они делают, становилась еще полезнее людям. Но и второе, это природа. Я у вас меньше суток, но мне кажется, две вот эти вещи, они просто поражают до глубины души. Мой первый визит в Крачево-Черкесию, я в восторге, мы приехали ночью, но и вечерние виды, и дневные уже успели посмотреть. Неописуемая природа, все чаты заполнены фотографиями, которые я отправляю близким, желание им поделиться, приглашаю их сюда, обязательно всем рекомендую. Пока полный восторг. Вдохновленные красотой природы Крачево-Черкесии, все 120 участников межрегионального форума начинают обсуждение главной темы. От имени председателя правительства республики собравшихся приветствует первый заместитель министра труда и социального развития республики Фатима Убиева. У нас в министерстве есть слоган, который звучит так. Другим послужить призывается тот, кому доброе сердце дается. Я считаю вас более социальщиками, чем мы сами, потому что вы этим занимаетесь по зову сердца и души, а не по долгу службы. Поэтому низкий вам поклон, крепкого здоровья. Пусть и Вышний будет рядом с нами, пусть дает возможность помогать людям, приносить добро. Работа благотворительных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальном секторе, имеет особую важность для нашей страны, как для социального государства, деятельность которого направлена на формирование условий для качественной жизни людей и развития их потенциала. НКО – это не пассивные участники жизни в стране, а активные организаторы. Вы знаете, время действительно показало, что и в период пандемии, и когда к нам приехало огромное количество беженцев с Украины, и сейчас в период СВО, вот действительно, когда в стране новые вызовы, кто откликается, это, конечно, НКО. Попытка выработать общую позицию для НКО – основная задача форума. Что касается тематики форума, то эта тема тоже выбрана не случайно. Она нами буквально выстрадана за уже более 10 лет работы на поле в разных регионах. Это импакт по-английски, по-русски, если говорить, это преобразование, социальное изменение, которое мы вносим своей деятельностью в жизнь общества. То есть, насколько та или иная деятельность некоммерческих организаций улучшает жизнь простых людей, жизнь общества. Метод измерения эффективности и внедрения новых решений, обеспечения устойчивости социальных проектов. В дискуссиях на эту и другие темы собравшиеся принимали активное участие. Прозвучали актуальные вопросы, компетентные ответы от экспертов и опытных коллег. Мне кажется, мы собрались здесь все не только и не столько для того, чтобы послушать экспертов, сколько обменяться тем опытом, который есть у коллег в разных регионах, понять, что получается, что не получается, и попытаться освоить новые инструменты управления благотворительными программами. Потому что эти инструменты в нынешней ситуации, когда ресурсов больше не остановится, а в то же время количество дел и проектов увеличивается, чтобы эти инструменты помогли нам найти вот этот правильный баланс. Не случайно форум назван на вершине. Все, кто сюда приехал, достигли определенной высоты. Готовы об этом говорить, анализировать, улучшать. В то же время остается место для следующей вершины. То есть, куда идти и расти, признаются эксперты и участники. Моя задача в том, чтобы помочь участникам разобраться в том, каким образом отчетность, публичная коммуникация, информационная открытость могут помочь им привлекать партнеров, волонтеров, спонсоров, удерживать благополучателей и формировать доверие к своей деятельности. Форум будет длиться четыре дня. В программе не только познавательные и образовательные курсы, но и экскурсия по достопримечательностям, известного на всю страну Крорта. Алла Качива, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Домбай. На 24-й международной конной выставке «Общество черкесских всадников Шухаса» совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства вновь представили кабардинскую породу лошадей из Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Краснодарского края. Кабардинские лошади достойно выступили на параде пород и завоевали не только призовые места и кубки, но и сердца зрителей. По приезду в родную республику с чемпионами и их наездниками встретилась Фатима Даурова. В полуденный летний зной группа молодых всадников в Черкесках не спеша передвигается вдоль набережной в спасительной тени густых деревьев. Каждое утро ребята выводят лошадей на специальную прогулку, которая совмещает в себе разминку, разогревающую мышцы скакуна и тренировки со сменой различных видов походок и пробегов. Хорошая разминка готовит лошадь морально к основной тренировке и побуждает её мысленно быть с наездником. Разогрев мышц очень важен, но не менее важно, чтобы лошадь была разогрета. Психологически считает владелец жеребца Нальмаз Замрат Кидакоев. Потихоньку, сейчас в день, через день ездим средним таким темпом, по 20 километров через день, а остальные дни шагаем. Среди множества национальных адыгских символов выделяется символ воинов-садника. Конь в жизни черкесов до сих пор играет значительную роль. У адыгов была целая система воспитания и содержания лошади, о которой они заботились больше, чем о себе. Этой программой и сейчас придерживаются молодые представители общества черкесских всадников Шухаса. Они не мыслят себя без своих верных четвероногих друзей. В какой-то степени всадник и его конь становятся неразрывным единым целым. Для черкеса это не простое животное, а верный спутник и друг на пути чести и славы. Для черкеса конь это брат. Я к нему как брат отношусь. В июне этого года в Санкт-Петербурге прошла 24-я международная конная выставка «Ипосфера», в которой было представлено 200 лошадей и 20 пород. Специальным гостем выставки стало общество черкесских всадников Шухаса, которое представило посетителям и участникам кабардинскую породу лошадей, гордость своего региона и одной из старейших аборигенных пород верхового упряжного типа. В составе объединенной делегации было по три лошади из Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адгеи и Краснодарского края. Всадники в национальных костюмах и их питомцы презентовали зрителям свои яркие выступления. Общей инициативой показать свою породу, рассказать о ней еще раз дополнительно. Ведь она не сегодняшняя, она считается самой древней отечественной породой. Поэтому весь Советский Союз ее разводил. Царская Россия, мы знаем Малкинский конный завод, он уже в 1870 году был основан именно по разведению этой породы лошадей. Поэтому еще раз показать, она как бы не нуждается в представлении. И сейчас и 9 европейских стран разводят, также учет племенной ведется у нас. Поэтому еще раз показать, еще раз рассказать. В основном показать культуру, традиции. Там у нас и ремесленники поехали, показывали и черкесские седла. Они полностью ручной работы. Ни одного шва там нету, которая сделана машинкой или гвоздем что-то забито. Это все показывает, что седло очень старое. Там даже практически ничего металлического нет. В основном серебро, серебряные украшения, тоже в нашем национальном стиле. Седла эти люди знают. Находятся они также в Эрмитаже, в Петербурге. Черкесское седло находится во французском доме Гермес. Славу кабардинской породе лошадей и своему владельцу в этот раз принес 11-летний жеребец из Карачаева, Черкесии с озвученным именем Нальмес, что в переводе с черкесского означает «алмаз». Он стал абсолютным чемпионом эпосферы в ринге жеребцов старшего возраста созвездия Шарди. А позже его стати-выправка в ринге чемпионов были оценены главным призом зрительских симпатий. Комплекции он сам старотипный. Проверяли рост, обхват груди, пястя, комплекцию смотрели. Среди десятерых жеребцов он стал первым. Там все достойные жеребцы были, что хозяева достойны были и что жеребцы достойны были. Он сначала стал первым среди жеребцов старшего возраста, потом абсолютным чемпионом в созвездии Шарди стал и завоевал призрительских симпатий среди всех пород лошадей. Это достойно его характера? Расскажите чуть-чуть про своего питомца. Какой он по характеру? Он по характеру абсолютно спокойный. Под любого всадника, даже ребенок может на нем ездить. Но у себя в косяке он себя по-другому ведет. Он показывает, кто дом и хозяин. Он с раннего возраста у нас проходит испытания по сей день. Сейчас планируем его осенью готовить на дистанционные конные пробеги, начиная с 40 километров и в дальнейшем. А на следующий год уже планируем участвовать в черкесских терби. Там тысячи километров в течение 10 дней. На педестале почета в ринге жеребцов старшего возраста вместе с Нальмасом оказались два его друга и одновременно соперника по команде. Семилетний жеребец Арзамяс вместе со своим всадником Амиром Остежевым стали вторыми. А Мурат Абраюков со своим верным другом по кличке Абрек завершили тройку лидеров созвездия Шахди. Шикарно он себя показал. Я им доволен полностью. Третье место среди взрослых жеребцов, призвездитель Хсимбадии, среди взрослых жеребцов кабардинской породы. Я понял, что с удовольствием этим результатом. Бандит Абрек. И характер такой же? И характер такой же. Тяжело было его воспитывать? Нет. Он у меня родился во дворе. С рождения у меня. Я его продал два года назад. Обратно купил. А почему обратно купили? Потому что брат. Вы его чувствуете? Он вас чувствует? Да. Для ребят из молодежной общественной организации «Щухаса» это не первое участие в конно-спортивных мероприятиях такого уровня. Каждый из них – настоящий конник, преданный своему делу, которым они живут круглосуточно, можно сказать. Они считают важным показывать миру культуру своего народа, приобщать людей к ее истории и наследию. Было удивительно. Им интересно это было. Многие говорили, что именно из-за нас приходят. Ну, не знаю, почему так говорили, но так говорили. Как вы думаете, что их больше всего привлекло? Что их привлекало? Не знаю. Наверное, потому что по телевизору нас с одной стороны показывают, а по факту мы другие. Может, это привлекло. Также выходили в город, также вот в таком же одеянии. Петергоф ходили, люди подходили из разных стран. Я, допустим, второй раз посещаю. Лично ко мне подходили из Израиля. Они говорили, черкесы, да, я говорю, как ты узнал? Вот по одежде у нас тоже так ходит. Как мы знаем, там еще два аула в Израиле сохранилось, черкесских. Из Иордании арабы подходили. Тоже говорили, что их король, охрана короля в таких одеждах. То есть, ну, приятно. Тренировки под летним солнцем заканчиваются походом на речку Малый Зеленчук, что протекает рядом с аулом в Саучедахе. Лошади уже знают дорогу и сами везут своих всадников к водопою. Здесь разгоряченные жеребцы охлаждаются в прохладной воде, смывая из себя испарину дня и утоляют свою жажду. В шуме горной речки растворяется негромкое ржание жеребцов. И эта мирная картина понимания между животными и их всадниками отражают глубокую связь времен, поколений и душ. Фатима Даурова, Расул Бердия, Вести, Карачаево, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин